приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы я сегодня хочу с вами поделиться своими испытаниями по поводу поливов потому что очень многие жалуются на то что жарко сейчас а я говорю о том что нельзя поливать я нашла способ полива и этот способ очень интересен для любого растения но в данном случае в теплице я начала испытывать один способ и с ним хочу сейчас с вами поделиться вот смотрите давайте корню для начала смотрите я вот на рисунке покажу и затем практически смотрите вот наше растение то ли огурец то ли томат то ли перец баклажан не имеет значения даже цветок у нас это растение вот растет здесь у нас мульча соединение вот называется тут корневая шейка и идут корни я их нарисовала но естественно тут покрупнее корни в любом случае где-то стержневой корень но все равно вот корни занимают определенную площадь почве под мульчой эта влага более длинно сохраняется но вот что я сделала я провела эксперимент если поливать вот сюда прямо из ведра или из лейки без вот этого ситечка то есть просто заливать вот сюда получается что здесь в первую очередь задыхается растение и здесь получается загнивание и растение погибает что я попробовала сделать вот такой вариант и я стала увеличивать вот это количество от самого растения поливать и поливать я не просто с ведра поливаю выбираю сейчас покажу поливалочка должна быть аккуратненько поливая по мульче здесь значит самый лучший вариант полива в дни водолея в дни весов и близнецов когда я говорю что нельзя поливать мы выбираем расстояние от вот этого растения вот этого входа растению в почву 20-25 сантиметров и проливаем здесь с одной стороны и проливаем с другой стороны получается что у нас корни заняты дыханием растение тоже занято дыханием здесь не гниет а даже получается что мы стимулируем растение хочет пить и мы стимулируем рост вот корней дальше по почве всей теплицы или это же грядка тихонечко тянется вот именно сюда все 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 корешки да они в это время тоже заняты дыханием но здесь не заливаем снова же не наливаем просто воду чтобы она стояла мы поливаем поливалкой очень аккуратно но что многие пишут что такая жара стоит что мы просто напросто каждый день поливает так вот вот если это каждый день поливать тогда отступаете от растения и поливайте вот эту часть как это сейчас я вам покажу еще важные вот моменты которые нужно учесть при этом поливе температура воды должна соответствовать температуре воздуха то ли это на улице то ли это теплица не должна быть температура ниже все время вода нагревается и эту воду можно использовать далее второй момент из лейки не из ведра лейки вот с этим нас с этой насадочкой для того чтобы сейчас покажу как это было и в знаке стихии воздуха ни в коем случае не используем подкормки сюда растение очень хорошо что она хотя бы пьет достает и дыханием занято и подкормки лучше сделать в другие дни и тем более достаточно других дней и так я вам теоретически показала показала результаты своих исследований по разному это делала и вот моя пришла к такому выводу и сейчас вам покажу как это делать и так практически смотрите я вот растение помидор вот у меня лейка теплая вода и вот это ситечко вот эта часть смотрите здесь у меня вот есть просто расстояние уже вот этой лопатки знаю что здесь 25 сантиметров и я могу сюда я не поливаю а могу вот здесь вот так дождик делать когда дождик идет он захватывает капельку воздуха и земля не забивается плюс ко всему мульча 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 при такой температуре нужно мульча там мы триходермин если получается что там и почва дышит и есть воздух и не забивается земля и здесь занято растение дыханием то же самое с этой стороны я леечку вот поставила то же самое с этой стороны полили если вы хотите каждый день и вот здесь то есть на расстоянии и между этими растениями то же самое 25 сантиметров все и исчезает проблема у нас с дыханием растений все нормально и есть водичка и корни заняты работой они заняты тем чтобы искать воду и еще более наращивается еще более сильная становится корневая система вот этот момент я хочу с вами обязательно вот поделиться сейчас и уже я получила результаты хорошие еще все время экспериментирую пожалуйста используйте помните вот здесь не заливаем не поливаем поливаем только здесь так как я вам сейчас показала вокруг растения на расстоянии от самого растения 20-25 сантиметров ближе 20 сантиметров не поливайте начинаются проблемы проверила так что вот такая вот сегодня история и такая интересная тема которую мы а мы это раиса горяченко александр волик делимся с вами уже получил с помощью экспериментов хороший результат позитивный результат ну что ж мы прощаемся с вами подписывайтесь на наш канал делитесь этими видео с другими пусть у других тоже получается это же будут здоровые растения и хороший урожай в 2021 мы последующих годах смотрите наши видео смотрите наши календари они уже на июль месяц начали поступать и пользуйтесь ими на здоровье мы при поливах там где будет написано нельзя поливать вы можете это использовать кстати и поливы в знаках стихи огня то же самое можно поливать вот в этой окружности возле растения прощаемся с вами до нового видео до новой встречи на нашем канале пока пока удачи вам всех бах